привет люди и нелюди с вами шестеренка и как обещала я записываю speedpaint с голосом на мемчик medzi artist эту идею для такого вот именно формата видео стянула у коллеги у мультиворда и мне просто захотелось поэкспериментировать сделать что-то вот таком формате болталки xx ну какой-то интерактив что ли потому что хочется чтобы это было не просто группа с картинками как пространство не знаю для общения я мне покидали несколько вопросов личку я них на всех отвечу их ну них немного и не довольно забавные и на меня снизошло озарение что я никогда еще не рисовала автопортрет именно ну и рл всегда через какого-то персонажа и ну я просто решила почему бы нет и первое что мне кинули даже в двойном экземпляре в сообщение через контакт привет автора почему говоришь себе в мужском роде ты же вроде как девушка не знаю почему этот вопрос колышет до сих пор людей команда 2к 18 живем ребят да и действительно девушка и да я действительно иногда пишу и иногда в устной даже речи сбиваюсь начинаю говорить о себе в мужском роде это никак не связано там с какими-то гендерами комплексами и так далее этого есть обычная простая причина и состоит она в том что я довольно заядлый житель интернетов и я в свое время сидела на имиджбордах и играл в ммрпг до сих пор играю и просто чтобы сохранять анонимности не сталкиваться с какими-то лишними ненужными комментариями там духе а девушка играть в видеоигры не нужно не хотелось мне этого лишнего внимания бессмысленного и я писала себе от себя в мужском роде собственно вот вся причина ну и в итоге это просто вошел в привычку и до сих пор иногда так делают привет шестеронка как придумали за гробокопателем не знаю просто взяли и придумали идея пришла где-то в десятом классе еще когда я училась в школе и изначально я думала это будут просто ну это будет небольшой веб-комикс там с черным юморком про мародеров таких харизматичных харизматичных саркастичных чуваков но потом персонажи стали более объемными по мере того как я придумываю им новой истории закидывала в какие-то странные ситуации они улыбились они мне все больше и больше нравились и в итоге решила что нет я буду делать полноценную историю про них я хочу о них рассказать раскрыть вот где-то полгода у меня ушло на создание мира еще где-то столько же на расписание сюжета ну и просто в какой-то момент я села и начала их рисовать вот все расскажи про учебу я учусь в петербурге на режиссеры анимации и компьютерные графики ну то бишь учусь рисовать мультики по сути придумывать хотя у нас очень комплексная программа и спасибо преподавателя мне очень повезло с ними нас учат не только рисовать и анимировать нас учат и писать сценарии заниматься видеомонтажом нам давали базовую драматургию мастерство актера то есть программа очень широкая и соответственно широкий спектр того чем мы можем заниматься в профессиональной деятельности это специальность моей мечты я сколько себя помню всегда хотелось сделать так чтобы рисунки двигались чтобы они были живыми чтобы они рассказывали какие-то более сложные истории поэтому когда я узнала что у нас тут учат именно на эту специальности естественно там все побросала срочно побежала сдавать нужные предметы по игре и каким-то чудом мне удалось поступить там действительно это мне очень сильно повезло собственно вот сейчас я на третьем курсе занимаюсь курсовыми мультфильмами своими и наверное в будущем попаду на студию для начала но там видно будет естественно и параллельно буду заниматься и своей авторской анимации своими какими-то проектами совет тем кто собирается поступать не бойтесь поступать туда куда вы действительно хотите а не туда куда проще удобнее или там где уже все подмазано когда мы уже дождемся от тебя книгу хороший вопрос мне тоже очень интересно дело в том что она постоянно трансформируется я постоянно переписываю мне постоянно кажется что она какая-то недостаточно хорошая там что-то не хватает чего-то с ней слишком много но в целом слава богу я над ней работаю я ее уже первую часть я ее уже пишу ну может немного немного оптимистично но возможно к концу этого года уже будет первая из трех книг закончена я не знаю сразу ли я ее выложу потому что мне надо будет еще бегать и сомневаться и редактировать и так далее но надеюсь что в течение года это произойдет так у меня тут есть еще несколько маленьких прикольных вопросов на их наверное оставлю напоследок сейчас ну не знаю давайте немного расскажу о себе именно в плане ну как психологического портрета что ли там не очень будет наверное интересно рассказывать и слушать там сколько я лет художки отучилась и так далее я очень спокойный человек по натуре очень волевой и причем настолько спокойный что некоторых это почему-то даже бесит даже может быть даже немного без эмоциональный но мне это очень помогает и прибеждается по жизни как я уже поняла конечно так не всегда было но хорошо что это так лучше так да у меня действительно немного такая мужская модель поведения я стараюсь все делать сама не из принципа и не чтоб кому-то что-то доказать а просто потому что я так привыкла делать мне так проще я не люблю спорить с людьми я не люблю кому-то что-то долго доказывать и в принципе вступать в конфликт и я может быть вообще не немного грубовато человек но при этом конфликтных ситуаций стараюсь избегать так ладно теперь мелкие вопросики которые остались привет шестеренович материшься да бывает зато честно привет есть парень нет да и какая тебе разница какая твоя любимая игра the last of us хотя мне пришлось проходить ее на ютубе потому что у меня нет плейки но господи боже мой какой же там с этим какие же там персонажи это просто это игра лучше некоторых фильмов вот прям вау так ну и в принципе у меня уже заканчивается время и наверное на этом я попрощаюсь всего всем побольше надевайте шапки на улице холодно